приветствую всех подписчиков канала вокруг водоема и не только подписчиков и гостей нашего канала так сегодня выехал на речку на крупную плотву недавно я заливал на фейсбук фотографию с плотвой то это было на сергеевке взяла на маночку с чесночком но сегодня сделал маночку с кофе и с сахаром прошлом году отлично отлично брала на кофе с сахаром друзья жара ужасная пока доехал то что спать янца спать его то одно вот ну шею спек чувствую же печет сейчас на моем велосипедометре уже показывает 44 было 45 пока ехал 45 градусов но для рыбалки это не помеха мне не страшен не дождь и такая жара если зацелился да я приеду обязательно друзья вместо новое сделал подготовил прикормил уже еще позор вчера кормил сегодня посмотрим даже тут кстати карасис нестандартный такой стандартно как везде на реке он здесь какой-то круглый и желтоватый вот интересный караси интерес тут это уже не страшно такое место у меня тут зашифрованное хорошо то что буду в теньку тут под вечер уже вечер уже должен быть тенек так велик здесь оставляю недалеко от меня а тут немного болото но пока мыши можно спокойно проходить вот это мое прекрасное место которое я сделал будем бросать бросать за травку за травку бросать там кстати глубина ну метра колоду около двух то кстати яма то вы понимаете здесь яма глубина дана до 5 метров глубины на середине может преувеличиваю 4 точно есть в общем так друзья прикормлю еще раз не забрасываем поплавочки закармливать рыбку вот такой прикормкой корочка хлеба и макуха кстати макуха я сюда макухой даю беру дробленую порошок почему потому что запах от нее намного больше происходит и она очень хорошо лепится крепко держится даже в пружинах хорошо очень крепко держится в общем добавляем макухи корочку хлеба смешиваю стандартно никаких выдуман нагибаться надо блин е-мое убирал это место не просто так смотрел где гуляет плотва где карасик бьет по камышам да принципе яма вы понимаете сейчас жара рыбка будет искать тепло глубже и где вода немного голодней все все она здесь будет будет уже крутится никуда она не денется все запах будет сейчас вот это вот это справа слева она вся сойдется сюда как ни крути она будет здесь в общем все подцепил на манку все хотя у меня есть червяк у меня есть опарыш все у меня есть ну прошлый раз я хорошо хорошо ловил это на манку вот и все значит будем только на манку не ну если уже тишина будет что полчаса и тишина тогда уже червячок и опарыш подцепим мой отлично солнышко зашло так красота такая ветерок так вы знаете легенький ну вот возле воды ветерок так и немножечко от воды прохлада тянется ну если ехать по дороге по трассе и по грунтовке то есть горячий воздух горячий вот да кстати манка кофе тут немножко кофе немножечко сахарку вы даже по цвету видите что много кофе не бросал ну запах друзья ну классный классный запах был я пью сейчас бы сам бы съел ну нет это рыбки папа папа ну давай похоже на карася поклевка все что-то два раза притопил немного и все но я не думаешь обманку так быстро сбил более маночку кстати сделал такую вязку даже за траву зацепился в воде вытянул траву и манка даже не спала как стояла на крючке так и осталась и бесед extranjee и вы есть друзья есть потянули а так что я думал там карп не так и так пол ладони давайте отпустим здесь вырастить по-любому будет крупной и и расти ну если такая подошла плотва значит уже крупно должна подойти что же тут прошло минут 10-15 для чего я так подцепил для того чтобы не заставлять ее долго смартфон чтобы могла подойти сразу и заглотить 5 10 до трава 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 попля есть у вас тут карасик карасик да вот смотрите за что я вам и говорил не такое не такое как и сделал видите круглый желтенький вот местность местность и рост так друзья что-то ветер поднялся не на шутку под вечер что-то наверно надует ладно поехали а а Друзья, к нам местные плывут на разборке. Все же придется, наверное, дань дать. Ох, сколько их здесь. Мне рыбы так не видать, а вы же всю рыбу мне поспугиваете. И лебеди с своим семейством, молодняком, и домашние качечки. Кто-то говорил, что где лебеди живут, там другие птицы не сживаются. Да все сживается, и на ручке плавают вместе с лебедями. Друг другу не мешает. Не замечал ни бойни между собой, ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, в общем, ветер как поднялся, резко-резко выбило клев полностью. Ловлю со дна. Почему со дна? Потому что, чтобы мелкая плотва не забивала. Вот. Со дна начал убрать, поймал двух карасиков. Плотвичку, как видели, ну пришлось отпустить. И все, ветер поднялся, и полностью все выдело. В общем, так, оставлю одно удилище со дна половить. Второе удилище попытаюсь сейчас уменьшу попуст. И попробуем поверху половить плотвичку. Да, будет мелкая попадаться, но я думаю, в перемешку и должен, может, крупнячок проскочить. Продолжение следует... Какой крупняк! Отпускаем! Тебя подсобить подсоблю. Все, ушла. Тебя подсобить подсобить подсобить. Вот, друзья, поймали. Видите, на опарыша да, покрупнее берет, но не всегда и мелкая поклевает на опарыша, просто на опарыша, понимаете, не надо постоянно нового чиплять, на одного опарыша раз десять можно посмыкать. В общем так, буду сматываться, не получилось порыбачить так, как хотелось, конечно же, со дна. Вот, ветер резко все отбил, резко все отбил, весь клев, это, кстати, заметно, что это действительно плода влияет на клев. Ну одну поймали, такое более-менее, вот, двух карасиков, ну вот что поймали за вечер. Буду я ехать, ну а вы, друзья, если еще не подписчик нашего канала, вы подписывайтесь на наш канал, меня очень просто там найти. На ютубе напишите вокруг водоема, вы сразу же меня там найдете. Подписывайтесь, да, и не забудьте поставить колокольчик, чтобы быть в курсе о новых наших видео. Спасибо вам, друзья, за ваши лайки, за поддержку. Рад вас всех видеть на нашем ютуб канале вокруг водоема. Все, поехали домой. Всем пока. Ни хвоста и ни чешуи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова